так друзья всем доброго теплого кубанского утром у нас сегодня солнышко тепло вчера такая погода была ужаснейший ветер дождь сейчас все в огороде мокро а я хочу сегодня начать обрезать виноград вот этот вот начну вот здесь эти темные сорта посмотрел кучу видео которые мне по на присылали не неравнодушные и друзья и подписчики в общем весь урожай который остался на ветках нужно снимать вообще вот электрик точнее не лектор супруга электрика который делает электрические работы у нас доме она еще не обрезала у них виноград с листвой говорит пока вся листва не уйдет виноград обрезать не стоит ну смотрите какой весь тут и в траве все траву допустим я отгребу чтобы посмотреть оценить все это дело вот мокрые глаза здесь лежит уст сколько их кустов то вообще в общем все так запущено как говорится и сразу с корабля на бал ни разу когда в жизни этого ничего не делал и сразу нужно сделать хорошо так может быть зря я убираю эту траву может быть это и послужил потому что он столько лет без обрезки зимой выживал спокойненько потому что вокруг кустов видите трава и как бы получается что в жару укрытый так вот это чела зажига жару укрытых вот солнце а вот тут землю кстати немножко прям глубоко сидит а летом точнее да он сухой да сухой зимой от холода а летом от солнца так тут у нас ну вот они свежие да получается этого года глаза а больше где он еще куст а ну вот он тут все заросло там лежит сухой так а это чё короче вот это все надо разбирать мама мия ну кузову вот он смотрите на вот они почки так короче я тренируюсь сегодня вот на этом кусте это живой не живой по моему живой вот в общем вот это вот один который хмель поработил здесь у нас тоже алиана вот она лежит как там виноградари говорят рукав вот чем тут что-то нужно с это ли она делать она на дерево ползет конечно из дерева надо убирать однозначно поэтому рукав этот слишком длинный его где-то вот тут нужно будет обрезать вот вторая ли она с той стороны вот она нет это не она сам так уз где а здесь тоже все надо разбирать откуда он идет а вот он смотрите раньше он был все правильно его изначально формировали один руках влево вот он второй рукав вправо значит от них сперва идет рукав сколько он там может там до двух метров кида и потом от него выбирается 1 2 от этого рукава 1 2 лозы вызревших как-то так это все происходит так вроде так вот она видите тут все вот она глаза это идет сюда так это второй куст вижу загибается еще куда он идет до здесь походу вот этот рукав придется по ли он вообще пустой по моему пустой ну да на нем по моему ничего нету или есть или нету он да он сухой вот этот вот этот сухой здесь получается один только этот весь высох его надо удалять вот удалять наверное надо ну вот так вот короче у этого куста только один рукав вот он живой так здесь второй куст и он как раз вот их идет вверх тоже разгребать здесь это как квест проходить так два куста здесь здесь у нас домик известного архитектора с оторвавшейся дверью закрыть что ли вот так вот короче вот значит что у нас вот это вот третий он живой нет вот он живой вот он 33 рукава и вот он пошел сюда чем здесь три куста раз два три ясно с ним что легко потренироваться да полностью разобрать очистить от это вот убрать лианы с этого с дерева полностью умеете нас виноградное дерево красота взял ведро специально собрать урожай ну какие-то плохие плохие кисти я соберу а он все осыпается вот соберу в такое ведро плохие кисти вот а хороший взял другого ведро и те куда-нибудь на перегной так в общем короче буду заниматься вот этим виноградом в первую очередь здесь все расчищать потренируюсь на белом фоне чтобы было видно топинамбур отсюда убрать чем его тут скосить убрать непонятно пока тут аж эту изгородь завалила это все нужно тоже убирать сейчас все сырое после вчерашнего дождя гореть уже ничего не будет во время я сжег все кучи острова я понял за советы раскидать ее везде тут деревья и туда в те места слоем тонким где не хочется чтоб трава росла замульчировать принципе нормальная тема в один слой закидать куда-то так ладно друзья я буду разбирать вот этот вот вот этот вот виноград сейчас посмотрим что до и что будет после это вам бесполезы какие клубни топинамбура он мне тут под виноградом совсем не нужен вот он куст винограда а вот он топинамбур разрастается вон сколько его клубни много картошка мне наговорили много рецептов про топинамбур ну что попробуем так кирпичи непонятно это ограждали куст топинамбура или что чувствую что не быстро у меня будет история с обрезкой винограда ну как горит первый раз так ух ты там вообще смотрите клубни его наверное ничем потом не выведешь так но он не его здесь не нужен потому что здесь вот он виноград растет вот он куст так сейчас я уберу все и Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем очищаю вот этот вот рукав Сухой отпилил Сейчас вот почищу вот этот рукав Вот этот Не знаю, наверное Вот до этой вот Или до какой ветки Ну, верхнюю тут придется обрезать Вот верх идет Это вот от соседнего куста идет Немножко в сторону Убрать пока что От сюда Вот Вот это вот не знаю Вверх Может есть смысл Вообще его Обновить Вот здесь вот чикнуть Здесь уже видите Идет Лоза Вот Из нее Плети Может быть еще почки какие-то Вырастут здесь В следующем году А вот эту вот всю Вот эту вот Ерунду, которая вверх Ползет ее Полностью убрать Обновить вот так Оставить только вот этот вот Рукав Понятно, что урожая не будет Но зато кардинально обновиться Вот здесь вот обрезать его Вот тут Вот У него есть Этого года Вот Побег Вот этот уберу Ну, омолаживать же так надо Вот Это вот там, где беседка Там Придется Немножко Да Пофантазировать А здесь-то уже Нужно формировать его Чтобы вот Вот эти толстые Рукава были по Ну, там метр два Максимум Да Вот эти вот Толстые А с концов у них Шли молодые Ну, так Я Понимаю Но Если вверху Все тут заросшее То Вот здесь Где-то обрезают Вот Так, короче Обрезаю И Нам омоложение нужно А не беседка здесь Вот увлекательно это занятие он ведь и аж трубы погнула от урожаев я проволоку две проволоки снял снизу ну вы видели да какую шляпу я содрал вместе с сухими ветками это яблоня вот вот у нас один рукав я решил по длине его ставить вот сейчас на зиму его можно к земле положить на сюда как-то вот здесь оставила ему вот такую сейчас ее под рихтую ну и здесь вот одну тут оставил вот это уберу и вот один куст уже будет отработан один куст отработан так идем дальше так ну общем чё надел кардинально обновил все эти кусты смотрел 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 чем не получается ничего из-за того что как в учебниках и видео рассказывает как у них все красиво знаете один рукав отрезан от него там идут лозы вот но таких примеров например запущенности винограда как в моем случае видео я не нашел точнее нашел название мужчин этого забыл хороший небольшой канал для виноградарей вот так вот говорит когда виноград очень запущенный растет деревом вот так вот в разные стороны вот ветвистый так вот то надо кардинально оставлять на кусте рукава по полтора два метра вот такие вот если есть какая-то такая лоза 1 2 но в моем случае от 1 вот оставил одну лозу вот сюда закрепил пока вот вот значит что у нас получилось из четырех кустов значит вот один куст я вообще предполагаю что все это дело видите одна один ствол от того положили и он укоренился потому что идет видите вот прям оттуда идет ствол он где-то там углублен присыплен вот он идет 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 вот и он уже укоренился то здесь вот он вот он корнями где-то общем не знаю смысл в чем смысл в том что вот это вот наверное один куст вот он у него оставил вот да получается ну если так по большому брать это все один куст но сейчас вот рассмотрел не четыре получается а три основных вот раз вот этот середине 2 и вот здесь вот двойной 3 вот из этих получается двойного рукав идет вот сюда но он уходит туда вдаль не знаю больше ничего не буду на нем резать оставлю его потом только уберут этих сухостою от топинамбру и еще один рукав вот здесь оставил с двумя лозочками серии средний куст оставил где-то наверно метра полтора и ему лозу отсюда опустил одну с этим было сложнее здесь одна часть полностью засохла вот это вот пришлось все полностью удалить вот а вторую часть видите обкарнал она тоже узнаете лоза и потом деревом в разные стороны сразу не формировали а везде все говорят что нужно самого рождения но самого детства до формировать то есть вот выросл и с нее там пустили лозу с нее потом почки вверх ну в общем целая история в общем вот этот вот полностью обновил кардинально весной будем смотреть человек из этого получится но может быть где-то на покушать и вырастить виноград но большого урожая не будет потому что я ну все снес вот он смотрит сколько всего вот этого сухостоя все перемешку тут ничего особо не выберешь ну и чтоб сразу потом формировать вот это все я в общем поняли да так ну вот с этим смотреть как заросли освободил еще вон куча теперь надо эту кучу все утилизировать порезать чтобы она не валялась здесь сейчас тележку пригоню и в тележку все этим нарежу коротеньким можно было либо при розжиге он хороший виноград на этот на морожек шашлыков на смотрите сколько ведро не ведро пол ведра топинамбуру еще накопать накопаю еще сейчас маме и себе отвезу урожай ну и с вами чем поделаем кто знает какие рецепты топинамбура его можно и варить и жарить как картошку еще читаем разные эти делать блюда кто знает какие блюда из него делать вам конкретно рецепты друзья напишите под видео в комментариях я думаю многим будет интересно давно я не ел я на хрустящая к кочерыжку это какого капусты сто лет не ел с детства не ел последний раз наверно лет 10 мне было когда я ел в топинамбур мне уже 50 так все закончил я с этими кустами возле ничего мне винограда нету хорошего тоже нарезал не знаю чебуков пару тройку но это по просьбе питер должны поехать у меня по почте все вот такая частота получилось утилизировал я всю лозу а это вот осталось трава темперам нам брушу буду сухой отсюда убирать но это не сегодня а может сегодня посмотрим но такой возможности нарезать виноградной лозы больше не будет потому что собираю соберу со всех кустов виноградную лозу и оставлю ее аккуратненько где-нибудь сложу под укрытием почему потому что он друзья вообще вещь обалденный для растопки тандыров я все равно сюда тоже буду покупать или не знаю чем короче здесь тоже в доме на юге будет тандыр и вот виноградная лоза на самое то просто обалденное поэтому сжигать не хочу просто так холостую и в компостную я вам тоже не хочу а вот там и потолще кусочки есть вот такие вот эти толстенькие хорошенькие самое то для розжига можно было вам целую серию снять о том как я утилизирую нарезаю целый час вот это вот лозу но я думаю большинству из вас будет это не интересно все здесь вот такой вот у меня уже открылся просвет а то вот это все было заросшее и заброшенное теперь надо как они шпалеры и установить как они называются эти столбы ровно выровнять и но это не сейчас это уже весной проволоку подвязать все натянуть что будут виноград уже лежал часто его к земле надо укладывать сейчас сегодня жарко сегодня тоже что-то районе градусов 15 солнце палит осталось у меня здесь виноград и виноград над входом а еще виноград где груша да еще много чем не на один день вот но думаю потихоньку все приведу в порядок сейчас хорошо зимой все видно ничего не растет ничего не зарастает хотя я уже думал пройтись вот эту травку этим чтобы потом весной не бегать здесь не косить ее сразу и сбить посмотрим так ну вот пойду куда-нибудь толежку спрячу